Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Даргумеров. И сегодня мы покажем, как в Казани задержали подозреваемого в перевозке наркотиков. Он что-то начал дергаться даже, на газ пытался нажать. Они заблокировали, наверное. Расскажем о раскрытии группы незаконных банкиров. Обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством системы банк-клиент. На обналичивании денег они заработали около 200 миллионов рублей. И спорт с криминальным уклоном. Что-то есть при себе? Наркотики есть. Где? В команде. Наркокурьеры делали закладки вдоль лыжной трассы. Это не только прямо сейчас. Свидетелями о погоне и задержании водителя «Лады 9-й модели» в московском районе стали множество прохожих и работников ближайших торговых точек. Все произошло поздним вечером на улице Шамиля Усманова. Внимание людей сначала привлекли сирену полицейских автомобилей. И уже потом очевидцы получили возможность наблюдать развязку. Динара Камалова была в их числе. Выскочил, и он в карман полез. Этот сам мужчина, да? Вот, который за рулем, да. И они его тут же высочили, свернули. Очевидцами задержания мужчины стало множество людей. Одна из них – продавщица магазина, говорит, вышла на улицу, когда услышала звук сирены. Оказалось, что это была погоня. По словам женщин, автоинспекторы пытались остановить «Ладу 9-й модели». Им это удалось на улице Шамиля Усманова, рядом с торговой точкой, где она и работает. Вы не слышали, из-за чего вас? Ну, не говорят, наркотики. Говорят, брали его, говорит, уже. Он что-то начал дергаться даже. Нога спыталась нажать. Они его заблокировали, наверное. Попытки скрыться не удались. Мужчина из своего автомобиля переместился на место задержанного в полицейский автомобиль. Теперь выяснить, что же это было у него изъято, предстоит экспертам и следователям. Динар Камалова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Серьезная авария произошла на улице Кулахметова. Там столкнулись с «Пежо 206» и «Хендей Солярис». По словам водителя последней иномарки, автоледи, управлявшая «Пежо», выезжала со двора одного из домов и хотела повернуть налево, где в тот момент, говорит, ехал он. Но увидев автомобиль, девушка не остановилась, а только прибавила газу в надежде успеть проскочить. Но не успела. Женщина комментировать случившееся отказалась, однако, по словам второго участника ДТП, свое вино признала полностью. Стоит отметить, что разбитые автомобили на узкой проезжей части затруднили движение другим машинам. Водители остались дожидаться сотрудников госавтоинспекции. Нелегально заработали сотни миллионов рублей. Сотрудники подразделения экономической безопасности задержали четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как выяснили следователи, фигуранты проводили финансовые операции. Другими словами, обналичивали поступавшие на их счета деньги, получая определенный процент комиссии. О какой сумме дохода идет речь, расскажет Альбина Минебаева. Четверо жителей Казани попали в поле зрения оперативников после проведения банковских операций, вернее, обналичивания сумм, поступающих на подконтрольные им банковские счета. Как считать следствие, сделали они это, не имея ни регистрации, ни лицензии. За незаконные финансовые операции задержанные брали со своих клиентов комиссию. Таким образом, они заработали порядка 200 миллионов рублей. В ходе проведения 14 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организации, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством системы банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и ликвидиты подконтрольных фирм. Кроме этого, стражи порядка обнаружили наличные в российских рублях иностранную валюту на общую сумму свыше полутора миллионов рублей. По данному факту, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ. Незаконная банковская деятельность. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до 7 лет. Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей в отношении 4-го избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде. Альбина Менебаева, Арат Назипов, Вызов 112. Завершили громкое дело. Верховный суд Татарстана огласил приговор бывшему начальнику службы по контролю за легальным оборотом наркотиков у ФСКН по Татарстану Юрию Казакулову и его подельнику казанцу Рустему Фатыхову. По версии следствия, в 2011 году Казакулов и Фатыхов подбросили 10 килограммов наркотиков на территорию одного из рынков в Казани, а позже организовали фиктивное обнаружение. Таким образом, они повысили рейтинг своего управления по Приволжскому федеральному округу. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Сегодня суд выслушал последнее слово обвиняемых и огласил приговор. Рустему Фатыхову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Юрию Казакулову лишили звания подполковника и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину арестовали в зале суда. Представлял свое жилье для употребления наркотиков, несмотря на неоднократные предупреждения. Полицейские Казани задержали жителя Казани, подозреваемого в организации притона. По версии стражей порядка, хозяин квартиры регулярно принимал у себя гостей, нарушающих закон. Подробности в материале Айрата Назипова. В гости к 45-летнему жителю авиастроительного района полицейские приходили уже не раз. Были уверены, хозяин квартиры организовал в своем жилище наркопритон. Несмотря на неоднократные предупреждения о последствиях, мужчина продолжал предоставлять свое жилье знакомым для потребления запрещенных веществ. В ходе обыска по месту жительства мужчины, где был организован притон, полицейские изъяли различные емкости, шприцы и другое оборудование, которое использовалось для синтезирования наркотиков. По данным факта возбуждено уголовное дело по статье «Содержание притона с целью потребления наркотических средств». Санкции по такой статье предусматривают до 4 лет лишения свободы. Подозреваемый был подвергнут административному аресту на четверо суток по статье 6.9 в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Айрат Назипов, Вызов 112. Полицейские Казани задержали подозреваемых в сбытии психотропного вещества амфетамин. Молодые люди прикинули спортсменами и делали закладки прямо на лыжне. Как выяснили стражи порядка, пакеты с товаром подозреваемые разбрасывали по дороге. Впрочем, оригинальный способ распособки наркотиков не избавил его авторов от уголовного преследования. Рамиль Шайдулин продолжит. Что-то есть по себе? Наркотики. Наркотики есть. Где? В кармане. Двух предполагаемых наркосбытчиков полицейские задержали с поличным. Под видом лыжников они разбрасывали наркотики по дороге. У каждого из них было обнаружено и изъято по 15 граммов амфетамина. Здесь? Я знаю точно. Так, ну вот я на ощупь вижу. Я вручаю. Задержанными оказались двое местных жителей 26 и 28 лет. По версии стражей порядка, они получали крупные партии психотропного вещества, после чего расфасовывали их на более мелкие и раскладывали в тайники. 14, 15 и 16. Значит 15 черных сверков и один синий. Во время обыска в квартире 28-летнего фигуранта оперативники обнаружили более двух грант амфетамина, весы, зип-пакеты и мобильный телефон, в котором имелась информация об адресе закладки. Выехав на указанное место, оперативники обнаружили тайник, расположенный возле одной из остановочных площадок в поселке Левченко. Из схрона полицейские изъяли свыше 105 граммов психотропного вещества. По факту покушения на сбыт психотропных веществ в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. На время следствия оба подозреваемых заключены под стражу. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Вызов 112. Невероятные причины пробок в Таиланде. Желание поймать добычу сильнее, инстинкта самосохранения и кошачий гипноз. На очереди рубрика «Сплошные проколы». Как парализовать движение на ровном месте, знают в Таиланде. Забавную сцену на дороге снял один из очевидцев. Мини-трактор, потеряв тракториста, стал дрейфовать по кругу. Пока мужчина пытался приручить беглеца, собралась небольшая пробка. Изрядно устав от этого зрелища, водители поспешили помочь хозяину транспорта убрать ее с дороги. Толк в таиландских пробках знают не только трактористы, но и дикие слоны. Животные останавливают автомобили и своеобразно собирают дань с их хозяев. На автомагистрали один из них бесцеремонно лакомился ветками сахарного тростника, торчащими из кузова грузовика. После того, как слон частично утолил свой голод, водитель уехал дальше. А этот кот так хотел поймать добычу, что забыл обо всем на свете. Забавный инцидент произошел возле бассейна в частном доме Англии. Хвостатый приложил все усилия, чтобы схватить птицу, но это ему не помогло. Упустив добычу, он свалился в искусственный водоем. Оттуда ему пришлось бежать буквально с позором. А эти коты стали очевидными героями интернета. Два представителя кошачьего рода несколько минут буквально гипнотизировали друг друга, сопровождая в своей претензии боевым урчанием. Так бы продолжалось и дальше, если бы не внезапный ход одного из них. Лисан Сабирова, Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова